всем привет я виталий филиппов канал жаркмания и я на севере в экспедиции сегодня я хочу вам показать приманочки которые находятся в моем ящике я хочу рассказать почему они здесь оказались какие для чего и как я их буду использовать погнали ну прежде всего я не езжу никогда без мышей у меня либо миру с маусы либо омеги яхонтова или те и другие вместе взятая мыши это очень ловчие приманки и они я считаю должны быть обязательно в обиходе наших рыболов я не исключение бульдоги у меня несколько типов бульдогов мой любимый шаг атак очень правильная хорошая приманка грамотная эффективно на равномерные проводки очень медленно и я его очень часто использую рыбалки маски innovation но это классика жанра вот у меня один подгруженный есть у меня еще уже такой реаритетный цветной он уже паян и здесь перепаян и весь в боевых шрамах и в общем-то эти приманки всегда со мной ну и плюс медуза с медузы я еще работаю пока как бы не хватает и времени и подходящих условий для ее применения но не сомневаюсь что это вопрос времени не всегда удается приманки обловить за какой-то промежуток времени здесь много связано изменения погоды настроения рыбы перемещения рыбы изменение условий ловли самой реки потому что можно рыбу ловить на очень разных участках и эти участки кардинально отличаются друг от друга ну продолжаем дальше спиннер бейты спиннер бейты я беру как такой инзе вдруг какие-то там коряжные условия еще что такое это приманка никогда не бывает лишняя она не занимает слишком много места и в общем-то в ящике она что я должна быть у меня два типа спиннер бейта один у меня с подшаткой пикшада дон сайзера ну и предыдущий это классический спиннер бейт кран бейт кран бейт кран бейт вот у меня такой strike про для разведки активности рыбы и в общем то для изменения самой рыбалки тактильности хочется иногда просто вот расслабить мышцы после там ударной техники там джербейтами всегда со мной маски монстр strike про очень хороший твич бейт работает и на равномерке работает и таким мощным твичем он у меня же такой весь рамок боевой принес достаточно много рыбы из воблеров всегда со мной это джонни воблеры они у меня в двух исполнениях 15 и 13 ты в общем то этот у меня сейчас пришел на замену моему погрызанному это вот в таком цвете редком вот я еще с ним не работал пока не дошли руки но вот этот масенький у меня уже такой повидал виды еще из таких вот приманок неординарных это джерка спиннер это джерка спиннер от палыча очень интересная приманка и вот по пассивной рыбе иногда стоит попробовать его поприменять он движется вот такими галсами но это вращается лепесток имитируя небольшого хищника гонящего добычу небольшую как-то срабатывало даже прямо на удивление невероятно просто так что это тоже приманка всегда со мной следует на всякий случай а случае бывает на рыбалке разные дальше блесна это профи 150 великолепно работает она не очень нравится и можно водить как и блесну и рывками как джерки в общем-то достаточно очень интересная блесна на севере без колебалок наверно здесь можно обойти 100 процентов но иногда бывают такие ситуации что щука гоняет бейты и как-то осторожничает не хочет брать по каким-то там причинам да ну и тогда на помощь у меня вот есть williams и williams это конечно за best колебательных приманках теперь переходим непосредственно к джор бейтом есть у меня топ-вотер в этот раз раньше я пробовал возить но что-то у меня с ними не срослась но вот я взял депс и то есть топ-вотер осенью можно применять но не скажу что это прям очень так прям эффективно то есть надо смотреть по активности рыбы ну когда это есть возможность рыбалка на топ-вотеры очень эффектная красивая и эмоциональная так что здесь как бы флаг в руки одна приманка такая в ящичке не помешает из свеч бетов у меня еще конечно ливингстон вот этот 25 сантиметровый монстр хорошо упирает таких мерных щук так что он тоже ездит со мной исправно на рыбалку теперь переходим непосредственно еще джор бетом для прибрежных мелководий там и где есть мелкая щука не всегда клюет там крупные экземпляры далеко не всегда как многие может показаться ну чтобы не терять время даром можно половить более мелкую щуку там до трех килограмм да допустим иногда там летает четверка там или шестерка прекрасно в этот момент вот басов свин замечательно работает и уже приносил даже достаточно крупных рыб из американской классики со мной ездит фантом у него здесь есть место для грузки вкручивающийся где есть набор грузов он весь уже израненный живого места нет на нем поймал на него колоссальное количество рыбы он занимает достойное место моей коробочки холл хаунд это также американская классика великолепнейший глайдер длинноход и просто получаешь удовольствие от ловли им тон тонущий легко движется и течение ему нипочем великолепная приманка если уж речь зашла американских приманках у меня конечно есть и дайверы вот у меня титан или винстон прошлом году замечательно себя он показал я ловил в нескольких ситуациях на малой реке на большой реке и течение и в общем то приманка работала у него есть система подгрузки очень удобно и при определенных погодных условиях когда нет слишком большой волны да там и ветра чтобы приманка дальше летела его можно достаточно успешно применять и сама ловля на дайвера она делает рыбалку более такой разнообразный и появляется дополнительные какие-то возможности посмотреть на реакцию рыбы на те или иные приманки сделать выводы когда рыба клюет и она есть в принципе очень интересно экспериментировать и смотреть на реакцию тех или иных приманок тех или иных расцветок и здесь это да уже можно делать какую-то статистику что вот сегодня там лучше работали те приманки те цвета когда еще особенно ловит там n количество людей ты со вечером собираешься и все это обсуждаешь у тебя такой получается скапливающийся багаж каких-то знаний информации и тогда тебе легче ориентироваться принимать какие-то решения порой даже неординарные исходя из того что ты имеешь что-то в голове такое достаточно полезное следующая приманка у меня такой дайвер воблер до ливенстона это наверное у меня одна из любимших приманок объясню почему потому что кроме рывковой такой проводки по вертикали его можно рубить еще как тичбейт огромный создает массированные колебания просто машина и не таки нравится иногда физические нагрузки на организм и я их получаю в лице этой приманки которые еще также ловит рыбу из дайверов у меня еще в экспедиции палыч приманка замечательно но все же как и все дайверы требуют каких-то таких вот определенных условиях когда их можно применять поэтому не всегда дайверы примут можно кидать когда хочет куда хочешь но тем не менее приманки лучше и их как бы отвергать совершенно не стоит под жерком танго бубука тел замечательные приманки много лет ездит со мной много лет ездит с моими камрадами друзьями которые поймали колоссальное количество рыбы на них и приманки великолепно работают и прекрасно ловят рыбу они хорошо подгружаются простенько вот как здесь у меня 10 грамм игра от этого не портится и приманка работает даже на достаточно сильном течение что у нас и в наших условиях здесь течение это просто повседневное препятствие на которое нужно обращать внимание с которым нужно бороться исходя из подбора приманок их огрузки для эффективности ловли так что вот бубука танго это такая хорошая альтернатива гупи он уникален сам по себе здорово ловит ничего не скажешь но я хочу сказать что танго ловит совсем не хуже в этот раз у меня палыч планер это новая модель я ловил ему на мелководье он меня просто в таком плавающем варианте сделаны за баши заглубляется ну не более там 30 сантиметров но приманка подымала рыбу там с трех метров вот эти магические глайды дать свой как-то действует на щуку и она прям здорово реагирует ну годзилла палыч это вообще в общем то не знаю я поймал на него безумное количество рыб гладит просто по сумасшедшему и обожаю эту приманку честно говоря и у меня здесь стоит тут тоже грузик 10 грамм совершенно не портит игру в любом . приманка разворачиваться на 180 вперед с песней палыч 17 но это тоже уже такая классика без которой я не представляю рыбалку в общем то потому что приманка простая ловчая тоже можно гружать а здесь вот по наклеила свинца до меня потому что это сейчас плавающий вариант это с июня еще я не взял сожалению тонущую версию вот и сейчас подгружаю но это ничего не меняет приманка работает ловит все здорово нашел закромах бубука классик давно алексей не делал эту приманку и я решил возобновить и ловлю да и приманка показала очень хорошие результаты я чё-то подумал ну надо как-то это чтоб не я только ловил этой приманкой и я думаю что мы возобновим ее производство я буду просить алексея вернуть эту приманку на полке магазина потому что она очень удачная простая и очень ловчая ну так вот плавненько мы подошли к тейлбейтом я все передача грозился что буду ловить тейлбейтами все мне не доходили руки ну вот реально в этом сезоне я начал ловить вот у меня палыч вот такой фламинго тут и розовые тут и в общем такой гламурной расцветки было жутких две поклевки дату тащил я рыбу ну к сожалению она мне разорвала напрочь хвост это я уже поставил запасной ну рыбу я не поднял к сожалению но так что пока палыч у меня этот находится в зоне внимания приманка очень интересно ну все же вот наших условиях здесь сейчас ловим примерно 3-4 метра с достаточно сильным течением надо очень тщательно погружать поэтому моя версия с с слоу синкинг она требует очень большой подгрузки но чем хорошие то хороши толпы ты ты заглубляешь их и просто можешь чуть не на месте там их чуть-чуть крутить хвост работает очень хорошо привлекает рыбу вот другой еще такой вот толпы этот палыча такой был гагашка джунер я умолотил на него хорошую щуку когда было уже полное обесклювие такое я его просто ждал ждал пока он заглубится да там вот медленно медленно его стал вручечкой так тыкать прям тык 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 и глупила нормальная рыба просто я был счастлив что так все сработало замечательно бубука такой тел тоже уникальная приманка вот от работы хвоста он движется вот такими галсами просто ну здорово вот если буга гашка он вот так вот движется что дает очень массированные такие вот колебания то вот это т.л. он на раскачку и движется бубука идет галсами вот такими то есть идет туда-сюда меняя траекторию просто здоровски я пока его испытал на мелководье потому что у меня тоже такая подповерхностная весь версия шутки вопрос сорвали я видел как с двух сторон заходили рыбы там да да но перегонки там это было нечто сожалению солнце било встречу и кадры я не заснял эти но прям приманка то что надо ну вот я сейчас везде заглянулся крома может я что-то забыл нет я ничего не забыл ну кроме этого конечно у меня есть резина есть еще что сказать пару слов о резине если честно чтобы было это коротко и ясно я ловил с нашей резины jav машин я очень доволен ей резина принесла шикарные результаты у меня просто в хлам порезанная там изрезанная паянная перепаянная и некоторые прямо рассветки были убийственные я не скажу что это вот свет них не влияет на рыбу ну не знаю вот я словил с одной точки кидал там одну-две рассветки да там менял там вот и к и как-то рыбую рыбу не отзывал оставлю там третий цвет да там и начинается волханалия просто забросы и рыба забросы рыба ставлю обратно те рассветки которые бросал до этого думаю может рыба подошла там у раз опять нет ничего хлоп бросаю опять другой цвет его по опять начинает ловиться так что по резине у меня абсолютный лидер в этом сезоне fire tiger это просто приманка ну и стерзан до невероятности там здесь просто живого места нет и если учесть что это она прошла три ремонта вот как бы это самое что удобно хвосты когда щука откусывает и если он вылетает он плывет его можно подобрать и приманку еще починить так что джим тэйлы ну вот эти расцветки аля машинное масло работали великолепно особенно яркое солнце так что я тоже очень доволен тэйлами принесли очень хороших рыб очень крупных рыб и еще отмечу еще отмечу да вот это графе с розовым брюхом тоже мне принес рыбу 10 килограмм крупную и также сейчас у меня здесь нет собой у меня было две приманки сейчас возможно я найду нет сожалению у меня нет этой приманки этот цвет тоже с розовым брюхом и синий спиной называется он hot down вот у меня тэйл был hot down и 26 сантиметров джим шат они порваны в хлам просто в хлам тоже принесли очень крупных рыб то что я заметил что интересно такие вот аля натуральные какие-то расцветки с яркими брюхами вот в этом году просто нурвали всех ну и фаер тагер я честно не фанат прям фаер тагеров да все но зеленый цвет в этом сезоне просто работал на ура то есть если посмотреть мои фильмы из прошлого года то работали несколько другие цвета в этом году я пробовал те же рассветки рыба ловится ну такого прям уже ажиотажа нет то есть вот как бы меняется пристрастия рыбы к этому надо подходить философски надо предлагать удивлять ее в этом сезоне еще из резины мне были интересны и вот вот эти мясистые сравнительно большие big bait и это джан пиктейл и catfish gutter давно хотел разобраться что же могут эти приманки и как бы вот настал их черед налим имитация налима в этом водоеме налим проходит на нерест и неоднократно в щуке видели хвосты торчащих налимчиков так что для него наверное этот силуэт для щуки будет наверное до щуки это силуэт будет достаточно знаком и может быть как-то по воздействует на поклевки ну забегу сразу поймать удалось и достаточно очень неплохую рыбу в одной серии вы это увидите джан пик тоже сработал очень интересное сложилось о нем мнение честно говоря думал что этому хвосту будет быстрый конец какие общем то всем таким хвостом на самом деле эти хвосты оказались колоссально живучие там тело приманки у меня здесь уже так здорово истерзанная там еще есть если бы пайки а вот хвост на удивление живее всех живых вот этот свет конечно шикарен хвост с такими блесками прям как сигнальная ракета фас в общем то я доволен для сене рыбалки мне кажется эти приманки самый раз щука их жадно атакует вопрос просто подбора крючков все же думаю что здесь вот 30 маловато надо 40 ставить приманки достаточно широкие и когда рыба их пытается там согнуть сжать надо бы крючки конечно побольше ну тем не менее приманками я остался доволен в общем как то так вот основное с чем я приехал на рыбалку я показал что-то удалось рыбить что-то не удалось рыбить это так всегда и не буду лукавить до некоторых приманок там не доходят рыбы или просто они не подходят там или просто мне даже не хочется ловить на них когда ловится на что-то я не придумал велосипед я продолжаю ловить и у меня задача поймать рыбы ну да не порулить там удовольствие да там это совсем другая история там я не очень понимаю людей которые там говорят мне не важно рыба мне нравится управлять приманкой ну тогда в чем суть рыбалки просто непонятно а мне нравится ловит рыбу и нравятся те приманки которые сейчас именно ловят рыбу ну вот я показал чем я поехал в экспедицию экспедиция длится 20 дней это самая длительная моя поездка и я очень продумался что собой брать и надо сказать что все эти приманки перекрывают все возможные условия ловли которые могут у меня возникнуть потому что у меня конечно к ним в дополнение есть коробочка всевозможными огрузками потому что ехать просто брать приманки ну это крайне неразумно потому что вы можете не попасть в уровень воды в ветер скорость течения и подгрузка является очень важным элементом в освещении приманок для того чтобы подбирать правильные нужные горизонты ловли щуки от этого зависит и успех и вообще может даже целиком и вся рыбалка в этом году у меня даже есть джиговый комплект с катушкой плутон это американский аналог риоги 2020 палочка у меня zetrix excellent до 70 грамм 8 и 3 и я в этом году оснащен джиг головками и небольшим комплектом резины сакамура леса кому-то там я не очень разбираюсь но она очень хорошая ловил на амуре да там не взял собой в надежде что есть ударит холода должен зайти на лим и половить поджиговать на лима я пробовал уже сжиговать по щуке но ловится на big bait и чё-то джика не как-то не очень было это да и честно на нее не особо и ловилась то поэтому big bait оказались нам гораздо эффективнее джига по спиннингу у меня lizard 86 200 катушка бфт запасная у меня 13 вишенка за 3 подсак у меня как всегда с указ большинстве приманки которые вы сегодня видели у нас есть магазине на сайте джеркмания а я с вами прощаюсь виталий а к джеркман всем пока до новых встреч мне пора ловить рыбу